Япония — страна самураев и гейш, цветучих сакур и восходящего солнца. А еще пожаров, штормов, извержений вулканов, цунами и постоянных землетрясений. Более того, землетрясения происходят там буквально каждый день. Просто далеко не все ощущаются человеком. А последнее же сильное землетрясение так вообще произошло 1 января этого года, а его автошоки продолжались еще неделю. В общем, пока мы с вами доедали новогодние салаты, с 1 по 9 января в Японии было зафиксировано больше 1200 землетрясений. Тем не менее, японцы научились с этим жить, притом жить довольно неплохо. Им не мешает это строить плотные высотные города, которые не складываются как карточный домик от первого же подземного толчка. Японцы настолько в этом преуспели, что их новые дома вообще считаются золотым стандартом сейсмостойкой архитектуры во всем мире. Эти стандарты вырабатывались, на самом деле, веками и постоянно совершенствуются. Каждый год эксперты обновляют рекомендации и строительные законы, учитывая печальный опыт пережитых землетрясений. О том, как это происходит, сегодня мы и поговорим. А вы не забудьте про одобряшку и подписку на канал. Мы же начинаем. Поехали. По традиции начнем с контекста. Япония находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, то есть зоне, где Евразийская, Филиппинская и Тихоокеанская тектонические плиты взвинуты друг по другу. Это создает огромное давление, которое периодически приводит к выбросам энергии. Они и вызывают землетрясения с цунами. Каждый день в Японии фиксируют десятки подземных колебаний разной степени интенсивности. За год их может быть, внимание, больше 120 тысяч. Большинство из них, правда, слабые, и уловить их может разве что аппаратура. Но из них около 2000 достаточно сильные. Правительство страны здесь регулярно публикует прогнозную карту землетрясений. И согласно этой карте, самая высокая вероятность подземных толчков на территориях вдоль Тихоокеанского побережья Японии. И уж не знаю, по какому совпадению, но именно здесь расположена цепочка самых крупных городов. Их аггломерация перетекает одну в другую и образует мегалополис, который называется коридором Токайдо. Там живет порядка 80 миллионов человек. То есть большая часть населения Японии в целом. Бороться с такой стихией невозможно. Поэтому приходится приспосабливаться. И японцы научились этому еще много веков назад. Один из символов Японии — это пагоды. Они всегда были сейсмоустойчивыми постройками. Деревянные балки скрепляли друг с другом не гвоздями, а вместо этого использовали конструкции с пазами. Поэтому конструкция могла немного гулять и гасить напряжение от толчков. Кроме того, каждый ярус пагоды — это, по сути, самостоятельная конструкция, которая при землетрясении может раскачиваться независимо от остальных. То есть если нижний ярус смещается влево, то расположенный над ним ярус смещается вправо, следующий — снова влево и так далее. Получается, что здание двигается в такт с подземными колебаниями и таким образом гасит энергию землетрясения. Проще говоря, секрет успеха не в прочности, а в гибкости. И надо сказать, что аналогичные принципы используются не только в строительстве, но и в авиации. И поэтому, когда вы летите куда-то из сети окна, то можете видеть, как крыло самолета трясется. И это абсолютно нормально. Внутри же пагоды находится центральный столб, часто из цельного ствола дерева, который опирается на каменное основание и укрепляется в нем шипом. Он не прикреплен к ярусам и двигается независимо, помогая зданию сохранять баланс. И на сегодняшний день нет никаких данных о том, что пагоды вообще когда-либо разрушались во время землетрясений. Например, пагода Ясака в Киото пережила больше пяти столетий катаклизмов. А во время Великого землетрясения 1995 года в Кобе, когда рухнуло множество современных зданий, ни одна пагода не пострадала. Жилые же дома тоже строились в первую очередь, исходя из соображений безопасности. Еще много веков назад японцы стали делать их из легких, гибких материалов – дерева или бамбука. Благодаря своей гибкости они лучше удерживают сильные подземные толчки. И даже если такой дом разрушался, у его жителей было меньше шансов погибнуть под обломками за счет просто легкости этого материала. Ну, то есть тот же самый бамбук, например. И особенно если будем сравнивать бамбук с камнем и каменными домами в целом. Да и восстановить такой дом можно значительно быстрее и проще. По той же причине, кстати, в традиционном японском доме фактически нет внутренних стен. Вместо них стоят легкие раздвижные перегородки из деревянных или бамбуковых реек и рисовой бумаги. Но у таких материалов, правда, есть довольно очевидный минус – это пожароопасность. В конце 19 века в Токио, тогда город, кстати, назывался Эда, случился пожар, который длился три дня и уничтожил почти 70% города. Тогда в Японию уже пришли западные архитектурные традиции, и поэтому на месте выжженных улиц решили построить каменные дома по европейскому примеру. Новый район получил название «Кирпичный город». Сейчас он известен как Гинза. Но привычка жить в легких деревянных строениях была настолько сильна, что в Японии даже появилась легенда о том, как этот район застраивался и как он вымер. Так, говорят, что распоряжение застройки города на европейский манер выдал личный император. Каменные дома построили, но жить, правда, в них никто не хотел, так что новый район довольно быстро опустел. Там осталась жить только одна стружка, которая побоялась перечить императору. И ее придавило во время очередного землетрясения. Правда это или нет, я не знаю. Хотя сам район действительно сильно пострадал от землетрясения 1923 года. Уже само существование этой легенды говорит о том, как сложно многим японцам было привыкнуть к новым домам. Но пришлось привыкнуть, потому что население росло, а место было ограничено. Остров не только небольшой по размерам, но еще и очень рельефный. Поэтому постепенно этажность увеличилась, и стали появляться первые высотные здания, которые потом стали уже массовыми. Первая высотка появилась в 1889 году в Осаке. Вторая – спустя год в Токио. Они были высотой 39,52 метра. По тем временам, особенно в сейсмоопасной Японии, это было неслыханно, и дома получили название Рионкаку, то есть башня до небес. Спроектировал их шотландский инженер Уильям Бертон. Токийская башня сразу же стала достопримечательностью, символом развития и модернизации страны. Но простояла она всего 33 года. В 1923 году землетрясение обрушило верхние этажи здания, а остатки было решено снести. Вторую высотку постигла та же судьба. Ее снесли после землетрясения 1930 года. Тем временем власти уже начали задумываться над тем, как же строить дома, которые потом не придется сносить. Опыт кирпичного города и первых высоток показал, что европейские методы строительства не подходят для Японии, и нужно искать другие технологии и материалы. Тем временем развитие строительства сделали из небоскребов символ прогресса, и каждый уважающий себя город хотел построить что-то подобное. И одновременно с башней в Токио первый небоскреб появился и в Сан-Франциско. Он был чуть выше токийского, 66 метров, а немного позже там же построили другой небоскреб, уже высотой 96 метров. А спустя 7 лет после этого в Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой почти 8 баллов, то есть очень сильное, и оба американских здания выстояли. И, естественно, это не могло не привлечь внимание японцев. Изучать эти здания начал Ташиката Сано, японский архитектор и ученый Стрейти, который занимался реконструкцией городов после землетрясений. Он больше смотрел на инженерную сторону архитектуры, а не на архитектуру как искусство. Ну, то есть это просто интересовало его меньше всего. Зато вот особенно важным он считал изучение сейсмостойкости зданий. Здания Сано легли в основу японского городского закона о строительстве и городского плана по застройке, которые были подписаны в 1919 году. Они ограничивали высоту зданий в шести крупных городах Японии. Токио, Йокогама, Нагайя, Киото, Осаки и Коби. В жилых районах нельзя было строить дома выше 20 метров. Ну, это примерно 8 этажей при высоте полка в 2,5 метра, как в кручевках. В коммерческих же зонах выше 31 метра. Ну, или примерно 12 этажей. Кроме того, эти документы регламентировали тип и качество используемых в строительстве материалов, а также нагрузки на определенных высотах и участках конструкции. Когда в 1923 году произошло землетрясение, большинство новых высотных зданий, которые были построены с учетом этих регламентов, выстроили. Из 658 домов обрушилось только 35 и было серьезно повреждено 49, а остальные перенесли землетрясение без особых повреждений. Спустя год Сана придумал сейсмический коэффициент. Он рассчитал, с каким ускорением движется при землетрясениях земная кора, а значит, и здания, которые на ней выстроены. Опираясь на этот показатель, японцы начали изучать силу подземных толчков и поведение структурных элементов зданий в стрессовых условиях, ну, грубо говоря, во время землетрясений. Кроме того, Сана исследовал структуру железобетона и пришел к выводу, что он хорошо выдерживает нагрузки и сдвиги грунта при землетрясениях, потому что арматура работает на растяжение, а бетон на сжатие. В общем, здания стали укреплять железобетонными конструкциями. И с учетом новых зданий менялись и регламенты, так что высотный максимум в городах начали потихоньку поднимать. Сначала до 45, потом до 60 метров. Причем все это время разрешалось строить здания и выше, для этого при Министерстве строительства создали специальную комиссию, которая оценивала все высотные проекты в индивидуальном порядке. Например, первым небоскребом Японии считается Касумигасаки, построенный в 1968 году в Токио. Это офисное здание высотой 147 метров. Его устойчивость обеспечивается часто расположенными колоннами стального каркаса и стены из легкого пенобетона. Другой пример — здание Шинзуко Митсоуа. Его высота уже 225 метров, хотя прошло всего 6 лет с постройки первого небоскреба. Защитой от землетрясений здесь служат X-образные стальные распорки. Считается, что прямоугольная форма колонн и балок недостаточно прочная и при сильных толчках может поехать. А диагональные распорки делают ее более устойчивой. В 1988 году Министерство строительства Японии запустило пятилетнюю национальную исследовательскую программу, в которой участвовали строительные компании и научные кадры университетов. Совместно они изучали свойства железобетона, разработали технологию его производства и контроля качества, а также технические требования на проектирование высотных зданий, чтобы это стало более массовым. В общем, так в Японии пришли к буму на высотки. И только в Японии на сегодняшний день больше 150 зданий высотой 150 метров и выше. Еще довольно много строится. Токио вообще входит в топ-10 самых высотных городов мира. Соседние японские города тоже не отстают, ведь столичная агломерация полицентрична за счет развитых скоростных железных дорог Японии. И вообще надо сказать, что железные дороги Японии это на самом деле отдельная интересная тема, и про нее можно сделать тоже ролик. И если тема эта вам интересна, то напишите об этом в комментариях, чтобы я это понял. И раз все равно будете заходить под видео, то не забудьте про кнопку лайка. И что в описании есть ссылки на мои соцсети. Так в телеграм-канале «Город для людей» каждый день выходят интересные посты, и контент с ютубом там не повторяется. Ну, короче, у вас есть время подписаться, а мы переходим к следующей главе про строительные технологии сегодняшнего дня. Сейчас японские стандарты сейсмостойкости разделены на три класса. Первый из которых – это тайшин. Это минимальные требования к зданиям в Японии, которые сегодня есть. Они фиксируют минимальную толщину балок, колонн и стен, чтобы они могли выдержать тряску. Но тут, правда, есть загвоздка, что чем сильнее землетрясение, тем больше здание раскачивается. Если смещение слишком сильное, то элементы конструкции, то есть те же балки, колонны и стены, могут быть повреждены, и здание будет нефункционально. Поэтому требования тайшин подходят только для малоэтажных построек, которые в силу своей высоты просто не могут раскачиваться слишком сильно. Сайшин – это следующий уровень, который подходит уже для высотных зданий. Он предполагает использование демпферов, которые поглощают вибрацию землетрясений. По сути, это амортизаторы. То есть под фундамент на землю укладываются слои толстых резиновых плит, которые поглощают толчки и не дают зданию слишком сильно шататься. Ну и меньшин – это самый совершенный, самый дорогой класс сейсмостойкости. Он предполагает, что конструкция здания изолирована от земли подшипниками из свинца, стали и резины, которые поглощают большую часть энергии толчков и позволяют зданию, по сути, скользить вперед-назад, сохраняя при этом вертикальное положение. В итоге само здание раскачивается слабо даже во время сильных землетрясений. Если я отправил переходить непосредственно к технологиям, то вот некоторые из них. Во-первых, ядро жесткости здания делают из стали, а не из железобетона. Стальные сплавы легче и пластичнее, чем застывший бетон. И даже если нагрузка на стальную конструкцию окажется больше расчетной, она не подвергнется прогрессирующему обрушению, а скорее всего просто деформируется. Проще говоря, здание будет нуждаться в реконструкции после землетрясения, но люди в момент землетрясения будут в безопасности. Другой пример – это маятники на крыше или ведре здания. Когда во время землетрясения здание раскачивается, маятниковая сила заставляет его двигаться в обратном направлении, тем самым компенсируя и замедляя колебания почвы. Такая система часто используется для модернизации зданий, построенных по устаревшим технологиям. Например, так укрепляли уже прозвучавший сегодня небоскреб Шэдзюку Мэцэуа. Построили его в 1970-х годах, а в 2015 году на его крыше установили 6 антисейсмических противовесов общим весом 1800 тонн. Они находятся внутри белых контейнеров, которые вы сейчас можете видеть на видео. Есть и другие примеры. Так многие новые здания подключают к системе раннего предупреждения, которая за 30 секунд оповещает жителей о приближающемся землетрясении. А еще при землетрясениях в 5-6 баллов и выше газ и бытовые приборы в домах отключаются автоматически, чтобы уменьшить риск пожара или взрыва. Кроме того, в зданиях обычно ставят откидные двери, которые позволяют быстрее покинуть помещение в случае опасности. А внутри здания часто используют крытые фонари для защиты людей от осколков в случае взрыволампочки. Также много травм происходит из-за падения балок или мебели. Поэтому строители крепят мебель к стенам дома с помощью металлической арматуры, приборы к шкафам и столам с помощью строительного клея, а потолки усиливают стальными балками. А еще иногда инженеры обращаются к опыту прошлого при строительстве чего-то нового. Так, например, построили Sky 3. Это телебашня высотой 634 метра. Это самое высокое здание Японии, самая высокая телебашня в мире и второе по высоте сооружение в мире после Бурж-Халифа в Дубае. Она построена по модели Пагоды. Внутри башни находится огромный ствол на резиновой прослойке, который не прикреплен к остальным элементам башни. Он работает как противовес. Во время землетрясения раскачивается независимо от башни и газит сейсмические волны. Ну, опять же, все новое, хорошо забытое старое. И, наконец, японцы научились строить парящие дома. Между зданием и фундаментом закладывают прослойку из воздушной подушки и устанавливают специальные сенсоры, которые должны моментально распознать начало землетрясения. Собственно, сенсоры передают сигнал компрессору, который за полсекунды нагнетает воздух между зданием и фундаментом. Подушка поднимает здание на 3 сантиметра над землей и тем самым изолирует его от толчков. А когда землетрясение кончается, то компрессор выключается, и здание спокойненько опускается на свое родное место. Вообще, надо отметить, что все новые строительные технологии проходят тщательное тестирование. Для этого в 2005 году в Японии построили самый большой в мире симулятор землетрясений, где модели реальных зданий подвергаются краш-тестам. Испытания проходят на платформе размером 20 на 15 метров и весом 800 тонн. Гидравлические приводы толкают платформу в разные стороны во всех плоскостях с ускорением до 15 метров в секунду всего лишь за одну секунду. Это позволяет воспроизводить землетрясение прошлого и смотреть, как то или иное здание будет реагировать на подземные толчки разной силы и интенсивности. Например, на одном из первых испытаний в симуляторе сравнивали два традиционных японских деревянных дома. Один из них был дополнительно укреплен скобами, балками и металлическими креплениями, а другой нет. Во время симуляции первый дом уцелел, а второй разрушился. То есть испытание показало, что если укрепить деревянный дом даже с помощью довольно простых недорогих материалов, он сможет пережить даже очень мощное землетрясение. Основываясь на результатах симуляций, эксперты изучают устойчивость новых проектов, дают рекомендацию по укреплению уже существующих зданий и регулярно пересматривают строительные нормативы и стандарты городской застройки. Японские архитекторы постоянно внедряют новшества, которые позволяют создавать все более и более сложные сейсмостойкие здания. Само собой, это делает строительство дороже. Но в Японии понимают, что в долгосрочной перспективе такой подход всем выгоден. Потому что землетрясение все равно рано или поздно случится, и если здание пострадает, вам все равно придется тратить деньги на его ремонт или снос. Математика тут довольно простая. Строительство сейсмостойкого здания стоит примерно на 20% дороже, чем обычного. Но при этом ремонт после землетрясения обойдется в 4 раза дороже, чем изначальное укрепление. Поэтому выгоднее сразу потратить чуть больше, чтобы здание продолжало приносить доход, и люди в нем не пострадали. Такой подход, кстати, противоположен подходу США, где Калифорния вообще-то тоже находится на Тихоокеанском огненном кольце, только с другой стороны. В США устанавливают гораздо менее строгие стандарты сейсмостойкости, при этом понимая, что многие здания в случае землетрясения будут серьезно повреждены или даже разрушены. И если вот в Японии строить максимально безопасно, это по сути законодательная необходимость, то в США это во многом выбор застройщиков и жителей, которые должны сами решить, хотят ли они потратить больше денег ради безопасности, или готовы рискнуть и понадеяться, что, например, землетрясения не будет. Иронично, что изначально японцы учились строить сейсмостойкие здания именно у американцев, а в наши дни американские здания и законы по устойчивости уступают японским. Все эти усилия приносят свои плоды. По оценкам 75% домов Японии сейсмоустойчивы. При этом правительство хочет подтянуть эту цифру до 90%. И для этого предлагают налоговые льготы и субсидии тем, кто хочет укрепить свои дома. Так, если стоимость модернизации старого дома превышает 10 тысяч долларов, то субсидия может покрыть около 60% затрат. В свою очередь страховые компании тоже не стоят в стороне, предлагая более низкие страховые износы тем, у кого здание соответствует последним стандартам безопасности. Ну и естественно, что более сейсмоустойчивые дома имеют, как правило, более высокую стоимость в случае перепродажи. А это привлекает тех, кто инвестирует в недвижимость в самой Японии. Все это делает инвестиции и передовые сейсмические технологии максимально выгодными и для застройщиков, и для самих жителей Японии. Мораль же моего ролика очень проста. Люди умеют выживать и развиваться в самых разных условиях. Спасибо за это эволюция. Но часто залог успеха — это не просто какая-то новая технология, а политическое устройство и здоровые принципы жизни общества. Так, если городостроительная отрасль ориентирована на сиюминутные выгоды застройщика, а любые разрешения можно купить и сэкономить на той же сейсмовой безопасности, то все так и будут делать. Японские технологии вас не спасут. Собственно, землетрясение 6 февраля 2023 года в Турции это хорошо доказало. Потому что в Турции на государственном уровне была задача строить как можно больше, а качество, по сути, никого не интересовало. Застройщикам часто прощали даже выявленные серьезные нарушения, не говоря уже о том, что там на системном уровне часто просто закрывали глаза на нарушения. Итогом такой государственной политики и того землетрясением стало больше 50 тысяч человек погибшими. И только один город Турции, Эрзинь, где на городском уровне не давали таких поблажек, выстрелил, и ни один человек там не пострадал. В Японии же, помимо общих правил строительства, есть еще обязательства после постройки проверять все здания раз в 10 лет и соотносить их к современному требованию сейсмоустойчивости, чтобы непрерывно улучшать свои города и делать их безопаснее. В общем, желаю нам всем быть как японцы и думать о будущем сегодня. Заодно напомню, что если вы узнали что-то новое и интересное, то не забудьте поставить одобряшку ролику, подписаться на канал и написать в комментариях. Это важно и мне, и алгоритмам Ютьюба. Например, если вы знаете японский, то можете написать, сколько я сделал ошибок в ударениях или какие слова сковеркал. Почти уверен, что этого было у меня довольно много. Заодно в описании под видео я оставлю ссылку на свой ролик из Алматы, где я в том числе рассказывал про советский опыт строительства в сейсмоопасной зоне. Там много всего интересного, поэтому рекомендую глянуть, если вдруг просмотрели. А вообще, если вы смотрите меня из Казахстана, то напишите, пожалуйста, в комментариях, какие есть новости относительно целостности домов после недавнего землетрясения. Потому что, судя по кадрам, все было настолько печально, что люди даже бежали из города. Интересно, какие выводы там были сделаны. Вообще, в описании к каналу еще много других интересных ссылок. Есть спонсоры своего канала, как для российских карт, так и для зарубежных. Все спонсоры получают ранний доступ к роликам без рекламных интеграций. И плюс у нас есть закрытый телеграм-чат, где мы постоянно что-то обсуждаем. Еще в описании будут ссылки на мои соцсети. Про телеграм-канал я вам уже говорил. Подписывайтесь, чтобы и не пропускать новые видео. И чтобы каждый день узнавать что-то новое и становиться профессиональными горожанами. И вот на этом, мне кажется, все. Поэтому любите города и до встречи в следующих видео. Пока.